Всем привет, дорогие друзья! И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянькова. И сегодня наша тема видео — это 9 признаков зрелых отношений. Первым пунктом в моём списке — это постоянное развитие и самодостаточность каждого из партнёров. Что значит постоянное развитие? Это значит, что каждый из партнёров, независимо от другого партнёра, растёт и развивается. Если растёт и развивается один, и второй, соответственно, тоже развивается. Они могут развиваться по отдельности, либо могут создавать какой-то общий бизнес. Это требует больших усилий, но это возможно. Что происходит, если один партнёр в паре развивается, а второй не развивается? Тот, который развивается, идёт своим темпом к намеченной цели и очень радуется этому продвижению. Второй партнёр в этот момент может его тормозить, может ему высказывать претензии, говорить, что «Ой, ты так мало мне уделяешь времени, ты постоянно занят своими какими-то научными трудами, разработками, своим бизнесом, всем чем угодно, только не мной». Это ревность. И поэтому вместо того, чтобы привлекать внимание к себе, нужно заняться чем-то своим, интересным делом, каким-то хобби, либо начать какую-то совместную деятельность для того, чтобы развиваться вместе и не ревновать своего партнёра к его быстро развивающемуся бизнесу. Что я вкладываю в понятие «самодостаточность»? Это тот момент, когда каждому интересно побыть, провести время с самим собой. И партнёр не требует постоянного пребывания рядом с собой другого партнёра, постоянного контакта с ним. То есть на какое-то время они могут разъехаться, жить в разных даже городах, в разных странах, спать в разных комнатах, если это потребуется. Но при этом они остаются парой. То есть получается, что один партнёр даёт право на развитие другому. Если один партнёр поехал на конференцию защищать какой-то доклад, второй при этом просто отпустил его и порадовался за него. Потому что в это же самое время он занимается своим собственным развитием. И при этом оба партнёра не испытывают никакой ревности, а могут только порадоваться друг за друга. Вторым пунктом в правилах зрелых отношений для меня является стабильный эмоциональный фон. Это те эмоции, которые мы позволяем себе испытывать в паре. Когда нас не кидает куда-то в какой-то гнев, в какие-то высказывания, в какие-то претензии, в какой-то крик и ор. Нет, этого уже нет. Вы решаете вопросы по мере поступления, и ваши эмоции приятны вашему партнёру. И даже если вы обиделись на него, вы можете спокойно сказать, «Я обиделась, мне это неприятно». Но вы уже можете об этом говорить. Вам не нужно ходить часами дуться, не разговаривать. Есть некоторые пары, которые молчат месяцами. Это нездоровый эмоциональный фон. Если ваш эмоциональный фон уже в порядке, вы уже в состоянии высказывать свои эмоции, свои желания, и таким образом разряжать вот эту обстановку. Самое худшее, когда в паре, в отношениях идёт вот этот накал, стоит эта тишина, и в этой тишине чувствуется вот этот звон какой-то неприязни, и накопившегося негатива. Стабильным фон является тогда, когда он уже без рывков, без надрывов и без перетеканий в какие-то крайности, без какого-то резкого смеха, без каких-то манипуляций. То есть более-менее всё устаканилось и всё в норме. И вы при этом чувствуете своего партнёра. Вы знаете, когда нужно промолчать, вы знаете, когда ему нужно улыбнуться, когда можно посмеяться, когда внести какую-то долю юмора в ваши отношения. И партнёр вас прекрасно понимает и поддерживает ваши эмоции. Вы позволяете вместе с ним ничего не делать. Вы позволяете вместе с ним просто поваляться, посмотреть телевизор, просто помолчать вместе. Это тоже прекрасно. И не все пары способны это сделать. Бывают моменты, когда вы можете предвосхищать эту эмоцию. Вы, допустим, говорите, я хотела так сделать, но подумала или почувствовала, что тебя это может огорчить, и не стала этого делать. Либо вы можете сказать своему партнёру, я вижу, ты устал сегодня, или ты пришла с работы уставшая, давай я тебе помогу, тебе нужно расслабиться. То есть вы стараетесь сделать какие-то приятные неожиданности, предугадать, то есть сделать так, что этот ваш партнёр почувствовал, что вы его есть самый настоящий, самый близкий друг, которому хочется помочь, с которым хочется порадоваться, с которым хочется иногда помолчать, посмеяться. В общем, испытать всю гамму эмоций вместе со своим партнёром. Третий пункт в моём списке – это привязанность, а не созависимость. Я тут хочу сказать о такой нежной привязанности, когда вы скучаете друг без друга. Вроде бы, с одной стороны, вы самодостаточны, но всё-таки вам его не хватает, либо вам её не хватает. У вас уже есть возможность разъехаться, допустим, отдохнуть друг от друга, и вы испытываете тоску и желание встретиться и снова обнять своего партнёра. У меня есть уникальная возможность. Мой супруг каждый год отпускает меня к своей сестре, я выезжаю в другой город, я с радостью провожу там время, но спустя 2-3 дня я уже чувствую вот эту тоску, я чувствую, как я скучаю за своим супругом, мне хочется прозвонить, ему хочется пообщаться, посмеяться, поделиться новостями. Но какое-то время я остаюсь всё-таки в другом городе, и когда я приезжаю, мы чувствуем, как мы соскучились друг за другом. Хотя каждый из нас в этот момент занимался своими делами, своим развитием, возможно, отдыхом или другими направлениями, но мы не испытывали того момента, когда я запрещаю тебе ездить одной, либо одному. То есть мы можем себе позволить отдохнуть раздельно. Это бывает раз в году, а может быть два раза в году. Это говорит о том, что мы научились быть самодостаточными, и нам не нужно постоянное присутствие нашего партнёра. Он вроде бы и с нами, вроде бы и отдельно, и мы чувствуем вот эту связь, и нам комфортно и на расстоянии, и вместе. Созависимость в отношениях это невозможность находиться без своего партнёра. Это такое удручающее состояние, которое описывают многие люди, что если их партнёр куда-то уехал или задержался на работе, они уже испытывают какое-то замешательство, какой-то страх. Страх остаться одной, страх, что их бросили, что там произошло, а как я буду жить без него. То есть масса вопросов возникает в голове. Если вы так думаете и так сильно переживаете, это как раз и говорит о вашей созависимости. Это говорит о том, что вы дня и несколько часов не можете жить без этого человека. То есть вам нужно на самом деле отключаться от этого, переключаться, понимать, что человек, если это даже ваш партнёр, он имеет право на свою личную жизнь, на своё развитие, на своё время. И ежесекундно находиться с вами он не обязан. И если его какое-то время нет рядом с вами, либо он куда-то уехал, это не значит, что он разлюбил вас. Просто у него есть своя жизнь, и с этим нужно считаться. И когда уже люди в паре созрели на такой момент, они отпустили друг друга, дали какую-то свободу, они уже не будут чувствовать эту созависимость. И это прекрасно, и к этому нужно стремиться. Четвёртый пункт – это объединение в тот момент, когда нужно решить какую-то проблему. Я бы сказала так, проблемы сплачивают вас, а не разъединяют. Это тот сложный момент, когда вам обоим нужно включиться в какой-то процесс. И вы не бросаете своего партнёра в одиночестве для решения проблем. Вы не говорите, это твоя проблема, решай её сам. Нет, вы подхватываете и решаете совместно. Пусть это касается здоровья, личного имущества, машины, будущего ваших детей, строительства дома, инвестиций, чего угодно, отдыха. Вы решаете совместно. По мере поступления каких-то проблем оба решаете эту проблему. И вы не рассоединяетесь, а наоборот объединяетесь. Это, конечно, очень здорово, когда партнёры могут найти в себе силы объединиться. Не только когда всё хорошо, а тогда, когда пришла какая-то беда и нужно участие обоих партнёров. Пятый пункт в моём списке это принятие вашего партнёра со всеми недостатками, без розовых очков. Таким, какой он есть. Скорее всего, к этому пункту вы пройдёте через некоторое время после того, как вы начали жить. Кто-то приходит к этому через год, кто-то через два, кто-то через пять, через десять, кто-то через тридцать лет, а кто-то вообще не придёт никогда к этому принятию. Что же такое истинное принятие? Это тот здравый смысл, когда вы понимаете, если ваш супруг, допустим, не любит шумных вечеринок, но отстаньте вы от него, не зовите его туда, не приглашайте в дом много людей, ему это неприятно. Если он раньше это не любил, он никогда это не полюбит. Просто, если это вам жизненно необходимо, делайте сами это, без него. Ходите на какие-то встречи, какие-то вечеринки, устраивайте самостоятельно какие-то корпоративы, либо собирайте девичники, как это делаю я. Мы собираем женский клуб, приглашаем туда людей и спикерам. И там с этими спикерами мы проводим очень весело и шумно время. Но если я отдаю себе отчет в том, что мой супруг не разделяет со мной эти увлечения, я никогда не буду навязывать ему это. Я знаю, что его вкус к счастью это узкий семейный круг, и он проводит в этом кругу время, и ему от этого очень здорово. Можно ли считать это его недостатком? В том, что он не любит просто шумные компании? Нет, это его особенность. Недостатки это то, как мы это видим с вами. Какие еще могут быть недостатки? Недостатки могут быть физического плана, который очень сложно, допустим, изменить. Это какие-то большие уши, или, допустим, не совсем ровные ноги. Мы можем себе представить, что кроме как принять эту особенность, этот физический недостаток, у нас не остается другого выбора. Или, конечно, мы можем сделать пластическую операцию, но не факт, что это изменится и принесет счастье нашему партнеру. Да, что и говорить, и нам в том числе может тоже счастье не принести. Шестым пунктом в моем списке является доверие и уверенность к чувствам партнера без требования постоянных доказательств в этом. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы полностью доверяетесь своему партнеру и не требуете ежесекундно доказывать, ты меня любишь? Докажи. Я красивая? Скажи. Ты мне не сказал? Я обиделась. То есть вот этого всего уже нет. Вы просто знаете, что он вас любит или что она вас уважает. Вы знаете, что вы полностью доверяете своему партнеру. И любое его решение, какое бы оно ни было, вы понимаете, что это единственное правильное решение. Раз он так посчитал, так сделал, значит, это 100% верно. Когда мы не доверяем своему партнеру, когда у нас нет базового доверия и к миру, и в том числе к противоположному полу. Очень часто женщины не доверяют своим мужьям, потому что они воспитывались одной мамой, например, либо были плохие отношения с отцом, либо вообще отец отсутствовал. То есть не было мужчины вокруг, не было в ее семье кому доверять, и поэтому у них сложилось такое, знаете, недоверие к миру мужчин в целом. Этот момент можно проработать, прийти на прием к психологу и решить этот вопрос. Это все можно сделать при помощи специалиста. Для мужчины порой бывает очень сложно принять характер своей жены, но это ему приходится рано или поздно сделать. Он поймет, что другой она никогда не будет, и именно такой он полюбил, и именно такой он продолжает любить. А для женщины очень трудно выработать доверие к своему мужчине, следовать за ним, понять его путь и двигаться за мужчиной, а не бежать впереди его. Если вы хотите узнать, как оставаться всегда красивой, желанной и самой-самой лучшей для своего мужчины, и как сделать так, чтобы он жил с вами всю жизнь и никогда не бросил вас, смотрите, пожалуйста, это видео, здесь вы наверняка найдете ответы на ваши вопросы. Ссылочку я здесь прикрепляю. Седьмой пункт в моем списке зрелых отношений это, конечно же, забота друг о друге. Но ничто так не сближает нас, как забота друг о друге. Это тот момент, когда наши чувства переросли, и мы уже хотим что-то сделать полезное для своего партнера. мы можем его предупредить. Смотри на улице дождь, возьми, пожалуйста, с собой зонтик. Это забота? Да, это проявление заботы. Для женщин забота, например, для меня, это когда я сажусь в машину и вижу полный бак бензина. Мой супруг позаботился обо мне и подготовил машину к моему выезду. И теперь я не должна думать о том, где мне заправить мою машину бензин. Для любой женщины забота это в том числе и защита. И она хочет, чтобы вы защищали ее даже от ее родителей, если они с ней грубо разговаривают. Она хочет, чтобы вы защищали ее от проблем, чтобы вы взяли ответственность за жизнь семьи на себя. В этом и есть забота и защита. И в этом состоянии женщина очень счастлива, потому что она расслаблена, ей не нужно напрягаться, думать, что делать дальше, где у нас стратегические планы, куда мы поедем, чем мы займемся, когда мы начнем что-то глобальное. Это все решаете вы. И получается, что вы ее защитили даже от решения этих всех глобальных проблем. Есть, конечно, женщины, которые очень любят решать самостоятельно, принимать решения, руководить семьей, но это уже другой случай. Вероятно, их мужья либо их супруги тоже согласились на эту второстепенную роль, когда женщина решает, а мужчина просто соглашается с этим. Часто это происходит в тех семьях либо в тех парах, когда женщина намного старше мужчин, и она тут является как представитель авторитета, власти, а мужчина намного моложе ее, и причем обоих это очень даже устраивает. Такие пары живут долго и счастливо, и у них все прекрасно в отношениях, у них рождаются дети, и это тоже очень хороший, прекрасный вариант, который в нашей реальности проявляется все чаще и чаще. И восьмой пункт на моем списке зрелых отношений это открытое общение на любые темы. Это тот момент, когда вы уже созрели для общения, для коммуникации, и вам не стыдно говорить на какие-то темы, на которые раньше вы не могли себе позволить поговорить. У вас уже нет тем табу, вы можете сесть, раскрыться и поговорить. Либо вы можете при каком-то моменте в удобной ситуации проговорить все то, что раньше скрывали, казалось это ненужным, либо у вас не было полного доверия, а сейчас наконец-таки оно наступило. И это прекрасно. И когда вы это наконец прочувствуете, что вы сейчас можете говорить обо всем, вы почувствуете такое, знаете, как облегчение. Вот много лет носила в себе, не знала, как сказать, а сейчас села и проговорила, и он меня при этом понял. И наоборот, мужчина тоже что-то носил в себе, возможно, это какие-то детские травмы либо обиды. Наступил наконец тот долгожданный период, когда он может с вами поделиться, а самое главное, он уже не боится вашей реакции на это, он понимает, что вы его выслушали и отнеслись к этому моменту с глубочайшим пониманием. И наконец девятый пункт из моего списка признаков зрелых отношений это ваше сотрудничество. Это тот приятный момент, это тот приятный бонус, который на вас свалится, когда вы пройдете все этапы развития отношений, когда наконец вы полностью примете, полюбите своего партнера таким, как он есть, без каких-то установок, без каких-то прекрас. Это вот тот момент, когда вы можете довериться и начинать вместе какое-то дело. Неважно, что это, возможно, вы развиваете свой YouTube-канал, а ваш супруг является вашим менеджером, либо вы начинаете какую-то деятельность, это какой-то бизнес, когда вы можете оба применить свои знания и ворваться туда и погрузиться с полным доверием к вашему партнеру. И это прекрасное состояние, когда вы оба поддерживаете друг друга, понимаете друг друга, как-то защищаете, спокойно эмоционируете на его какие-то доводы, выводы. Вас уже не кидает в крайности, вы все это прошли, и наконец-таки настало то золотое время, которым можно наслаждаться совместно. Я уверена, что ваши отношения при развитии любви и согласии приведут в конце концов к построению зрелых, взрослых отношений. Ну, а если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите улучшить свои отношения, обращайтесь ко мне, к психологу. Я работаю как в своем кабинете, так и онлайн. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, какие темы вам еще интересны. Я буду обязательно снимать видео для вас. С вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова, и до новых встреч, друзья!